Ну, ему не раз то, что его узнают в первую очередь. Ну, это прям... Потому что, ну, он сам заключает эти договора и... Ну, так, понимаете, ну, блин, у вас десятки тысяч просмотров, он, ну, как бы, за это беспокоится. Так дальше будут сотни тысяч. Ну, люди, которые реально, мол, как-то физически тебя увидят. Ну, пастухов, петухов, ну, блин, реально, петухов. Ну, даже, ну, реально, я говорю, вот, мы все коллективы над ним стебем. Это видео о мошенниках, которые хотели меня купить за 700 тысяч рублей. Ну, просто прошу вас как-то дарить ролик. Если сумма вас не устраивает, вы можете ее увеличить, пожалуйста. И о том, как эти жулики ведут себя с клиентами, которых они обманули. Эти божьи твари запугивали людей, угрожали, унижали и удерживали против их воли. Че ты врать нахуй, что на пиздок? Чего не врать? Да так они, садись, блять, нахуй. И слышишь, меня грязью полет, мне дома культу подсмотрят. Я еще раз говорю, у меня дома хуй-то посмеет поливать меня грязь. Ясно? Вы нормальный, можно вопрос? Выкрали расторжение, убежали. А что ты выкрали, а нам не попредоставили. Я говорю, ты что как телок себя ведешь, хуйшот, ебаный, сюда, прийди нахуй, принеси обратно документ, черт за туй, блять. Или ты что, глупоморже, там печати даже нету, зебилой ты, тупорылый, блять. Вот такие у них методы работы. Друзья, пожалуйста, постарайтесь не попадать в такие ситуации. Если вы все-таки попали в такую ситуацию, то обращайтесь к нам. Мы не только оказываем квалифицированную юридическую помощь по разным категориям дел, но и отстаиваем права людей, пострадавших от юристов-мошенников. Горячая линия дорожный контроль 8960 100 00 34. А что за стрельбу? А куда он, почему стрелял? Пьяный был. Пьяный был? Он не за рулем, случайно, был? Он был за рулем пьяным, там совершил ДТП, а и это, стрелял. Обалдеть. Вот это да, вот это сученыш. Я обращаюсь ко всем нашим зрителям. Помогите распространить это видео во всех своих социальных сетях. Просьба посмотреть полностью этот выпуск. Это очень важно для продвижения этого выпуска. Не забудьте при просмотре этого видео поставить палец вверх и написать комментарий. Таким образом вы нас поддержите. И алгоритмы YouTube нас выведут в рекомендованное видео. И если ты еще не подписан на нас, то сделай это прямо сейчас. Алло, Вадим? Да. Да. Андрей, это вы? Да, это я. В общем, не получилось договориться, не знаю, что теперь делать. Он сказал, что он очень сильно рассердился. Сказал бы, что мошенник. Надо вас, как говорится, прижать к стенке. Ох, я прям с удовольствием на это бы посмотрел бы. Он меня еще и мошенником назвал, да? Ну да. Я понял. Ну, нужно вот на вас управу найти. А слушай, он ничего не говорил? У него там просто в тот день щека у него опухла там прям сильно. Ничего не в курсе? Нет, он сказал, что сумма не очень, как говорится, приемлемая, 2 миллиона. Неприемлемая. Потому что я вам озвучивал. Он мог как-то не доставить. Я понял. Ну пусть потрудится. Пусть поработает, порядок добросовестно, может заработает. Ну, я понял. Ну, а что тебе с петуховым делать? Да что, петушиться будет. Петуховым. Да мало просто. Сутим над ним. Так сказать. Да над ним уже весь Воронеж живет. Так что... Не знаю. Ну, 700 тысяч. Двадцать-двадцать-двадцать-двадцать-двадцать. Мы сейчас забудем. Да вы, послушайте, Андрей, я вам так скажу. Андрей, смотрите, послушайте. Вы можете, у нас же есть, у нас есть публичные наши реквизиты. Если вы хотите поддержать наше общественное движение, вы запросто можете официально перечислить. Вопросы никаких. Но это не повлияет на то, что ролики удалятся, не удалятся. Они вот есть и существуют, и развиваются, и дальше все хорошо. А вот нам, наша задача людям помочь. Вадим Юрьевич, ну, пастухов же он очень нормальный, хороший, милый, милый. Понимаете, а вы его отправили, и куда он теперь устроится, понимаете? Пастухову снова менять место работы, если кто-то хочет. Он мне звонил, говорил, что вот ко мне пришли люди, и меня узнал, надеюсь, все, и он материт. Да, 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 его будут, я больше скажу, его будут узнавать, скажем, днем все больше, больше людей. Пей, 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 он выбрал себе такой путь. Ну, сам виноват. И, в конце концов, он уже заканчивал. Он же, вы же в курсе, он бывший участковый, знаете, да? Ну, конечно. А знаете, за что его уволили? За пятку. А еще за что? Что там у него еще было? Какие у него выходки? Превышение облужанок поломочек. Чего у него только лучше сказать не было. Ха-ха-ха. Так что, если у пастухова, петухова есть желание помочь нашему движению, то он может запросто перечислить любую сумму на наш счет, без всяких проблем. Вадим Юрьевич, он принципиально, принципиально хочет обманывать людей, понимаете? А он принципиально хочет обманывать? Слушай, да, обманываешь, да, там. Он хочет какую-то копейку добавить, он говорит, нет, я буду обманывать. И все, Вадим и Серову, я против него. Понимаете? То есть он прямо сказал, что он будет обманывать и дальше людей? Да. Обалдеть, у него совести нет. А что будет, если у него, допустим, со здоровьем будут проблемы, и он не сможет больше обманывать? Что он вообще, как вот он? Да, и ему все равно. Он мне так и сказало, что я буду обманывать дальше. Хочешь, что хочешь, то и делай. Я просто, ну, мы все коллективные вот ролим, понимаете? Он все равно, как говорится, застал. Он вас поувольняет, других наберет. Ну, реально, ну, блин, ну, пастухов, петухов, ну, блин, реально, петухов. Ну, реально, я говорю, вот, мы все коллективы над ним стебемся. Он не понимает, как говорится, шутки. Вот, то есть, в общем, короче, так. Скажите, на каком адресе вы сейчас, вот, вы, на, вы находитесь? На каком адресе? На Алексеевской, так же там. Нет, да вот там же закрыто, вы там не находитесь сейчас. Так, ну, как-то, ну, вы что, каждый день что дежурите, конечно, там находитесь. Нет, вы там не работаете, и там закрыто помещение, ну, нам-то известно. Ну, закрыто, это официально закрыто, а так открыто. Ну, вы же прекрасно понимаете, что, да мы уж смотрели, мы тут часто там бываем, поэтому вы сейчас, сейчас сами лукавите. Вы боитесь, что мы сейчас как-то вас, ваш адрес там уточняем? Нет, нам просто, нам достоверно известно ваших два адреса, стопроцентно. Значит, просто хотели бы, ну, вот, как бы, услышать, сможете ли вы признаться в этом плане? Потому что вы тем самым покажете, значит, свой настрой по отношению, вот, вообще, как бы, к пастуховому, раз вы ее сами говорите, вот, троллите. Да, он петухов, он не пастухов, он петухов. А почему вы такой в отношении него? Если он ваш руководитель... Ну, не, 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 как он руководитель. Он так, шестерка, руководитель. Руководитель у нас руководитель, который зарплату платит. А это так. А скажите, кто ему платит зарплату? Руководитель. Я понял. Который не в Воронеже? Скажите, Пастухов, он же все эти мероприятия там организовывает? Он не собирается в другой город съезжать в ближайшее время? Скажите, я могу слить его контактные данные и с вами посодействовать В чем ваша заинтересованность? Да, моя никакая заинтересованность, я просто от этой фирмы просто как представителем выступал в судебных заседаниях, я сейчас просто, может быть, немного выпил, а так, в принципе, у меня нет никакой заинтересованности, у меня просто хорошее отношение быть, а так я лично к вам отношусь с уважением и я лично против какого-то, грубо говоря, наебалого, да, вот, поэтому у меня, в принципе, вообще все равно, там, с этими Пастуховыми и Пастуховыми вообще. Я его лично знаю, но он такой гневый человек, он даже, знаете, как, ну, не то, что там по работе, да, там с клиентами, там кого-то, он там в блуждении водит, а просто даже лично, ну, вместо с тобой вообще такой гневый. Скажите, ну, я так понимаю правильно, что вот вы в первый раз, когда позвонили, у вас была задача за определенный гонорар попытаться договориться на эту тему, правильно я понимаю? Да не то, что за гонорар, понимаете, у меня там гонорар там не где-то, наверное, там даже меньше тысячи. Не, но все равно, но тем не менее, потому что вы выступали сначала за то, что они добросовестные и положительные ребята, а сейчас, вот, как бы, такой рассказ. Ну, просто, понимаете, я не знаю, мне просто как заказ был, я его, как бы, позвонил и все, а мне начали сказали, что, ну, типа, Вадим Сиропом говно, короче, типа, пошел он нахер, короче, все нормально. Я понял, в общем, не учит его жизнь, надо будет учить его. Я понял. По максимуму 750 тысяч. Вот, и, ну, как бы, да, мне вообще на эту фирму все равно. То есть, я, как бы, свободный, так сказать, агент, если есть такие то, что вы поймите, значит, если возмещать, возмещать всем ущерб, если мы частично возместим части людей, как их отбирать, выбирать, одна часть обидится, другая часть, как бы, говорится, останется довольна. Я понимаю, что в жизни так бывает, но я не возьму на себя ответственность решать, кому деньги дать, а кому нет. Поэтому те, кто, поэтому такая сумма, чтобы реально постараться, чтобы на всех хватило, чтобы не было вот этих вот моментов. Ну, в том, что у них денег нет на счетах, понимаете? Да у них-то на счетах-то нет, у них деньги живые есть, реальные. Ну, живые, а как там, этот, блин, хер, он уже в Украине, понимаете? Как вы его достанете? Да, это, ладно, это их дело, на самом деле. Пусть они будут, мы в планах, ни один сюжет на эту тему, ни одно мероприятие, поэтому они лишь дают нам возможность делать их контент, в том числе, и людям помогать. Ну, это понятно, просто, блин, понимаете, такая ситуация, то что, ну, реально как-то там, ну, помочь, чтобы деньги, хотя бы те, что они заплатили, да, за то, что они там отдали, вот эти люди, да, поверили, как-то организация, ну, их нету. Постоялся, ну, реально говорю, там, много, реально, в Украине, и первого, как-то, они докопают. Да, знаете, так скажем, парочку человек будут наказаны здесь, в Воронеже, а другие, которые захотят под эту дудку плясать, уже подумают, а стоит ли этих денег? Ну, а наказать можно по-разному? Да, ну, Андрей Павлович, вы жизни не дадите. Да, мы, на самом деле, пусть живут все спокойно, главное, чтобы, скажем так, не нарушались ничьи права, так скажем. Ну, понял. Ну, в общем, как, ну, Вадим Юрьевич, я свою задачу выполнил, буду дальше, сказать. Передавайте привет Петухову, пусть кудахтает дальше. Да, Петухов, он, блин, гандон, я честно говорил, мне лично зарплату не выплатил, и, короче, он гандон человек. Честно, вы можете даже ролик обубликовать, что он гандон. Слушайте, а есть такой супергерой, супергерой, человек пиздёж. Вадим Юрьевич, я не то, что там какой-то суперспортсмен или еще что-то, но, блин, я бы, ну, реально, я бы его поставил на колени, честно. Просто, ну, блин, человек реально пизда был, понимаете, он даже при вас там говорил, потому что там какие-то там пробки вылетели, да, помните, когда там ситуация была, там еще что-то, ну, блин, короче, фуфлыжник. Он не то, что даже, понимаете, какая-то честь, да, была бы там, ну, ладно, хорошо, ты наебываешь у других, но со своими ты честен, да, умный своих наебываешь. То есть это такой человек, как бы гандон. А кто вообще водой заставил, кто водой заставил полить с окон? Пастуховцам или там сами инициировали это? Полить с окон? Водой, 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 водой. Да, он заставил. Он заставил. Я сказал там эти, у нас есть, знаете, как юристы, да, там, которые только там закончили, да, какое-то там образование или еще что-то. Он сказал, типа, полить это с окон наберите. Мазилы, мазилы. Ну, он дурак, короче, реально, дурачок. Типа, блин, ну реально, можно работать, я с вами согласен, честно, да, он просто, всячески говорит, короче, там, наберите воды, полите с окон, слушаются. Причем, получают, самое главное, за это копейки, реально. Вот, то есть, ну, не то, что там какие-то они реально... Не, ну, там 30-ку же оклад обещают. Не, ну, обещают-то много, но самое главное, чтобы ты наебывал, грубо говоря, да, заключал договор. А так-то, ну, такой он человек. Даже если вот я, допустим, да, с кем-то заключал договор, он на итоге выплачет. То есть, поэтому я уже просто, ну, немножко выйдет, я извиняюсь, поэтому... Я вот говорю, как есть то, что, ну, реально гнилой человек, то есть, он ни со своими, ни с чужими, он слово не держит. То есть, такой фуфул. Я понял. Ну, за все когда-то придется ответить. Все равно вопрос времени. Рано или поздно. Так, ладно. Ну, ладно. Ну, вот канал был хороший. Надеюсь, какой-то хороший ролик выпустите, там, прям, чтобы еще прищечить этого петухова. Ну, в общем, все впереди. Вы скажите, вы в этой конторе, надеюсь, когда мы там, а мы обязательно там будем, вас там не будет. И порекомендуете людям. Нет, ну, меня не будет, потому что у меня договор. У меня, я здесь дома работаю. Если там, ну, действительно, человек разбирается в вопросе, да, то, ну, я представляю его интересы, да, там, что есть еще что-то. Ну, просто, ну, действительно, ну, я с вами согласен. Много тем, которые, ну, мягко говоря, не решаемы, да, но ты делаешь что-то, но, естественно, это не в пользу клиента. Как бы, тебя еще, плюс всего еще матеря, то, что ты такой хуевый юрист. Как бы, я говорю то, что, ребята, ну, типа, я не могу ничего сделать. С этим вопросом, как бы, я все просудировал, но все равно говорят то, что ты говно. Вот, еще не платит зарплату. То есть он себе все в карман. Поэтому, ну, мне лично на Петухова вообще наплевать. Если у вас будет какой-то движ, я готов прийти и, там, высказать ему в лицо. Сейчас все равно. Я понял. Скажите, а вот с чем связано сейчас вот диалог, который был самый первый, когда вы позвонили и сейчас, непосредственно, когда вы звоните, он кардинально отличается от того, когда вы позвонили? Не, ну, там просто не понравилось то, что, ну, у меня была задача, что я просто, типа, предложу как-то, да, там, грамотно вам деньги и закройте вопросы. Ну, это Пастухов непосредственно обозначил, что он хотел бы урегулировать. А что у него? Он так волнуется, что он сядет в тюрьму боится или что, из-за чего? Или то, что его узнают? Ну, ему не нравится то, что его узнают, в первую очередь. Ну, это прям вот... Потому что, ну, он сам заключает эти договора и, ну, сам понимаете, это, ну, блин, у вас десятки тысяч просмотров, он, ну, как бы, за это беспокоится. Так дальше будут сотни тысяч, это все, что это только изначало. Не, ну, я это понимаю. Поэтому, ну, блин, он просто реально гандон, поэтому я, как бы, уже порвав с ним все отношения и... Так быстро? Да... Да... Что с ним мириться? Как бы, блин, а теперь, понимаешь, как бы, ты делаешь что-то, да, полезное, пытаешься как-то вытащить, ну, дела, и на тебя еще, как бы, срут, еще, ну, штрафуют как-то. Типа, естественно, я, как бы, сказал то, что, ну, ладно, окей. Просто мне, ну, ну, на меня еще наорали то, что, ну, вы сказали то, что там, на условия изначальные согласны, там, два миллиона хотите, вот, и я сказал то, что, ну, ладно, пошли нахуй, короче. Ну, вот, поэтому... Да. 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 Ну, в принципе, давайте, в общем, подытожим, ни к чему мы не пришли, вот, нам остается только одно... Лично оттуда все связи прекратил, он 2 миллиона не будет выплачивать, он реально, и там, извиняюсь, послал вас, вот, и сказал то, что, ну, вообще, похер, вот, типа, ну, и дальше работа, вообще. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз повторюсь, значит, он 2 миллиона пострадавшим людям не собирается выплачивать, правильно я понимаю? Не, не выплачивает, он просто сказал то, что, типа, ну, блин, он хотел, зачем эти, ну, 700 тысяч выплатить, чтобы это было для какой-то, ну, рекламы, так скажем. Ну, 700 тысяч он заплатить, чтобы мы, якобы, ролики эти исчезли с ютуба, правильно? Да, да, совершенно верно. Ну, у меня задача, понятно дело, что я мог бы себе заработать эти 700 тысяч, просто взять и заработать, но у меня задача другая стоит, как уже сказал, людям помочь. Поэтому, ну, в общем, что, тогда мы с вами вынуждены попрощаться, ну, вот, если что, звоните, значит, вдруг у вас какая-то будет информация. Но, раз вы оттуда ушли, вам ничего не стоит сказать, лишь, значит, на каком адресе они находятся. Не, ну, блин, мне просто, ну, я реально говорю, мне просто приходят заказы, там, съездить в суд, еще что-то, какие-то документы оставить. Я реально понимаю, сижу, то, что, ну, они бесполезны, да, группа? Нет, я понял, нет, вы ушли от ответа просто. Ответ, вопрос был следующим, по каким адресам они находятся, чтобы понять ваши намерения, на какой вы стороне находитесь, как вы говорите, уже на нашей. Вот, если вы на нашей, то вам не составит труда подтвердить места, где они находятся. Вы хотя бы даже знаете, как сделаете, вы назовите просто номер дома. Андрей, Андрей, знаете как, я знаю, где они находятся, вы просто скажите, номер дома просто, допустим, там, цифру какую-то просто одну, и для меня будет понятно, что вы действительно, значит, на нашей стороне. Номер дома просто, улицу я знаю, и номер дома я знаю, просто для меня будет понятно, что вы правду сказали. Ну, так это меня найдут, вычислят. В смысле, найдут? Ну, там, побьют меня. Да, что вы так, послушайте, во-первых, вы ничего не называете, я знаю адрес, вы просто цифру скажите, цифру. Ну, я так же живу, Алексеевка. Да это, где находятся, я говорю, номер просто дома. Ну, давайте, потому что реально придутся. К сожалению, такое бывает, но это не тот случай. Вам точно никто не предъявит, потому что вы мне никакой фактической информации не предоставите. Я-то знаю адреса, вы просто скажете цифру, эта цифра будет соответствовать номеру дома, а мне это известно. Я просто скажу, вы не солгали или же солгали? Ну, у меня адреса, я не сейчас понимаю клиентов, чтобы сказать. Да, да, ну, у меня не адреса, вы просто скажите номер дома, чтобы я понял, что вы действительно знаете. Я-то знаю, я, если вы скажете номер дома, я пойму, что вы тоже знаете. Восьмой. Это неправда. Неправда? Да. Не угадал. Не угадал. Таких цифр там нет. Зачем вы обманываете? Ну, ладно. Ну, обманул, обманул, какая разница. Ну, так вы же всячески хотите высказать и показать, что вы на нашей стороне. И вы тем самым себя никак не подставляете. Вам сложно было назвать номер дома? За что? Если мне это известно. Да, я вам сказал. Что? Что, 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 что вот вы сказали? И кто они? Петухов, он очень мстительный человек. Послушайте, петухов цикло. Он сам ничего не может. Он может. Вы видели, как у него цепочка? Он ей только удушиться может. Критика у меня просто по пузу как-то. Это вы уже ерничаете. Не, на самом деле, значит, вы на их стороне. Я не знаю, с какой целью вообще ведете дальнейший диалог. Чем вы руководствуетесь? Что конкретно вам нужно? Не, ну я просто позвонил, сказать, что они собираются в руководство с вами решать вопрос. Я думал. Вы хотели как-то меня расположить? Понимаете, Вадим, Вадим Юрьевич, вы бы на 2 миллиона, если бы вы получили, вы бы уехали в Таиланд. Да зачем мне? Послушайте, я за работой... Послушайте, зачем мне у меня с супругой все хорошо? Зачем? Какой мне Таиланд? Я в Таиланд съезжу, вон заработаю и поеду, когда откроют границу. Что вы там, этот Таиланд? Таиланд стоит туда билет 25 тысяч. Вы там фантазируете. Вам 2 миллиона дай, вы сразу в Таиланд и все. И будете местным лордом. Зачем? Вы так и не сказали. Что вам нужно вот в этом диалоге? И что вы еще хотите услышать, узнать, подсказать? Ну, просто с вами пообщаться. Наобщались? Вадим Юрьевич, ну что вы так расстроились? Я просто позвонил пообщаться. Что же вы теперь? Послушайте, я расстроился. Пастухов должен расстраиваться. Я, ну, пастухов. Расстроился. Вы, в общем, вы, я так понял, пастухов не намерен. Понимаете, у вас ютуб-канал там... Пастухов не намерен, я так понимаю, да? На 2 миллиона... Пастухов намерен. Пастухов намерен. Вы должны его поймать, понимаете? Но если вы поймаете, вы уже будете совершать правонарушение. Какое? Что это? Он не готов добровольно общаться. Я-то его знаю. Ну, блин, он такой человек, что... Ну, реально крыс. Да? Он не может, как бы, там, встретиться и песни... Как бы, как говорить, свою позицию какую-то. Поэтому я не советую, как бы, ловить там... В общем, людям вы не хочет платить деньги. Правильно я понимаю? Людям нет. Понятно. А мне? А мне хочет платить. Мне хочет платить. Зачем? Пусть он лучше людям отдаст деньги. Зачем мне? Ну, потому что вы хорош. Ладно. Андрей, вы уже это... Нет. Нет, ну, скажите. Вы же тоже с ним деньги взяли, да? Правильно. Кого и за что? За работу. Скажите, с кого и за что? На вас тоже могут в ролик. Нет, подождите. Скажите, с кого и за что? Вы же сказали, деньги взяли. Ну, за возвращение денег, за средства. Там, там, как это сказать, за мошенничество есть, или как там... Все, что касается уголовного дела, все, что касается уголовного дела, всем людям была оказана бесплатная юридическая помощь. Так что за это не волнуйтесь. То есть, к счастью, либо к сожалению, мы на этом не заработали. А? Бесплатно катались. Конечно, туда бесплатно катались. А что, нам на счет за это заплатить должны были? Ну, конечно. Не, ну мы бы не отказались бы, конечно, но нам за это не платили. Ну, я понял. Я понял. Ну, в общем, Вадим Юрьевич, я, знаете, как могу вам, если на что слить контакты хотите, в салив, где они находятся, вы придете к ним в общество, будете их, так сказать, троллить по поводу юридических услуг. Послушайте, вы готовы сообщить адрес? Просто мне, я адрес знаю, вы просто цифру скажите, две цифры. Скажите? Говорите. В общем, ладно, ни к чему мы с вами не пришли, нет, в любом случае, есть понимание, что как бы у него напряги, и это хорошо, пусть напрягается дальше, все замечательно, значит, мы в нужном направлении. Мы не идем, и все еще самое интересное впереди, вот это самое главное. Все, что было, это все цветочки. Нет, но самое главное, чтобы уголовное дело возбудили. Оно возбуждено, вы не слышите? Возбуждено. Ну, возбуждено. А чего они-то их не посадили-то еще? А кого, вы же знаете, вы юрист или так прикидываетесь? Прикидываюсь. Вот, это все правильно. Мы-то вас по первому разговору зазвучили. Значит, смотрите, я расскажу порядок. Сейчас они в статусе свидетелей. Такие дела быстро не раскрываются, в суд не передаются. Всех пострадавших устанавливают. Потом уже будут очные ставки проводить. И свидетели в подозреваемых, там из подозреваемых в обвиняемых. И в суд вперед. И там уже будут судить. Ну, конец ему придет, я думаю, не из уголовных дел, а совершенно по-человечески. Так скажем, свыше конец ему придет. Наверное, будем прощаться, да? Ну, конечно, потому что я не справился на воле. В общем, не пельчайтесь, все будет хорошо. Вы сейчас закрыли этот динамик, у вас не слышно. Я говорю, я хочу быть хорошим, а я плохой получается. Да вы на самом деле никакой, нейтральная позиция, нейтральная, так скажем. Нейтральная. Ну, и вот вы скажете, что я никакой, и все, и что мне теперь... Но это же не значит плохо или хорошо, это нейтральная. Ну... Вы же сейчас нейтральную позицию заняли, да, так, переговорщик. Ну, и вы бы сказали, что ты хороший, ты можешь что-то сделать хорошее, да, помочь людям, что-то, значит, ты говоришь, что я никакой, и все. Я прошу прощения за дел, за вашу тонкую душевную организацию. Я люблю на ютубе, и все, и тебя там зачморят. Ладно, давайте, удачи вам, как говорится, привет Петухову, там, пусть кукарекает дальше. Не, ну, Петухову, если хотите, ну, вы можете его обоссать, сейчас я его приведу. Я думаю, его обоссут просто местные жители, у нас в Воронежце. Да ладно его обоссут, никто ничего не скажет, узнать. Да, мы-то знаем точно. Будет дальше разводить на деньги, вот, и кидать людей. Вопрос времени. Вопрос времени. Не, ну, блин, они же работают так же по другим адресам, и что дальше? Ну, по другим адресам. Если у нас одного места их согнали, а какой смысл? Смысл какой, так вы не поймете, вы же понимаете прекрасно, что в следующий адрес мы тоже придем, и в следующий адрес мы придем. Ну, приходите, будем ждать. Отлично. Хорошо, все, договорились, давайте, удачи. Вадим Юрьевич, да, всего доброго. Всем пока-пока. Спасибо за ролики. Да, всего доброго. Ждите новых выпусков. Счастливо. Петуша. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Я очень надеюсь на вашу поддержку, ведь вместе мы сила. Распространяйте этот сюжет, и не забывайте ставить палец вверх. Комментируйте. Всем до новых встреч. Ждите новых выпусков. Субтитры подогнал «Симон»